Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! За свою недолгую, но очень яркую шахматную карьеру 11-й чемпион мира Роберт Фишер одержал немало впечатляющих побед. Довольно часто он обыгрывал своих соперников в окончании. Сильнейшие шахматисты мира падали под атаками Фишера в Метельшпиле. Но особняком стоят партии, в которых соперники 11-го чемпиона мира буквально не выходили из дебюта. Такого рода партию мы сегодня и разберем. Эта довольно короткая, но очень поучительная партия состоялась на 15-й всемирной шахматной олимпиаде в Болгарии в 1962 году. Это была встреча сборных Соединенных Штатов Америки и сборной Австрии. И на первой доске Роберту Фишеру противостоял лучший шахматист Австрии Карл Робач. В книге, посвященной творчеству Роберта Фишера, эта миниатюра получила очень красивое название – «Прекрасная камея». Итак, в этом поединке Роберт Фишер играл белыми и сыграл Е4. Его соперник ответил скандинавской защитой – Д5. Произошел размен в центре и сильнейший ход в этой позиции – ход КЦ3. Белые и развивают легкую фигуру, и при этом нападают на Ферзя черных. Напомню, что в этой позиции у черных есть три общего потребительных ответа. Наиболее часто встречается Ферзя 5. Грассмейстеры отдают предпочтение ходу Ферзь Д6 нередко. Ну а у нас в партии ход Ферзь Д8. Так сыграл Карл Робач. Этот ход, конечно, может показаться довольно странным, потому что все фигуры черных в итоге на третьем ходу находятся на начальной позиции. Но на самом деле у черных нет слабости. Если белые не будут действовать энергично в дебюте, то черные попросту уравняют. Но Фишер захватывает пространство, играет Д4, и здесь Карл Робач применяет свою фирменную расстановку – Ж6. Как сказал Карл Робач самому Фишеру после этой партии, план, который он собирался применить в этом поединке, приносил ему немало турнирных очков. Поясним, в чем состоит этот план. Понятно, что здесь фенкетирование последует чернопольного слона и нападение на пешку Д4. Ну а королевский конь черных идет по такому замысловатому маршруту – на А6, потом на Ф5, и тоже примет участие в атаке центральной пешки белых. Вот именно так хотел разыграть дебют Карл Робач. Ну а Фишер известен своим максимализмом. Он, конечно же, очень серьезно всегда относился к шахматам. И в этой партии, нужно сказать, напрочь опровергает вот такую вот попытку расставиться таким образом Карла Робача. И в дальнейшем просто отбил охоту у этого гроссмейстера применять этот дебютный план. Посмотрим, как Фишер играет. Слон Ф4. Вот такой ход. Очевидно, здесь слон и присматривается где-то к полюце 7. Ну и готовится выход ферзя на Д2, где вот это вот построение будет направлено против развития коня на А6. В этой позиции Карл Робач сыграл слон Ж7 и при этом напал на пешку Д4. В то же время плановый ход коня А6, как он собирался играть, здесь наталкивается на возможный слон Е5. Ну и здесь, если черные хотят все-таки получить право сделать короткую рокировку, то им приходится играть Ф6. Ну и дальше после слона Ф4 очевидно, что вот эта вот пешечная формация, конечно, не красит позицию черных. Так как слон на Ж7 себя не будет чувствовать полноценной фигурой. Поэтому именно сразу слон Ж7 сыграл Карл Робач. Ну и здесь Фишер, что интересно, не обращает внимания на пешку Д4 и попросту ее жертвует, играя Ферзь Д2. В чем же здесь дело? Еще интересно то, что Карл Робач не принял жертву, сыграл Конь Ф6. Давайте рассмотрим оба взятия на Д4. Прежде всего, взятие Ферзем на Д4 не очень хорошо с той точки зрения, что белые могут себе позволить размен на Д4. Далее Конь Б5. Нападаем и на слона, и при этом еще и на пешку С7. Однозначно нужно отвечать слон Б6. Происходит вот такой отыгрыш пешки, и в этой позиции окончание было приятно для белых. Потому что у них в наличии пресловутое преимущество двух слонов. А зная, как Фишер разыгрывает окончание, конечно, Карл Робач побоялся сюда идти с молодым американцем. В то же время второе взятие на Д4 слоном тоже не проходило. Ввиду того, что белые быстро развиваются, наращивая инициативу. Три нуля. Таким образом, и уводя короля из центра, и нападая на слона Д4. Конь С6. Разбитие и защита слона. Слон Б5. Снова у нас уже связка и слон в опасности. Слон Д7. И в этой позиции белые не могут бить на С6. То есть, ход С6. Слон С6. Если Ферзь Д4, это попросту зевок. Потому что происходит размен на Д4. И после слона Ж2, очевидно, что у белых очень большие проблемы с ладью Х1. Здесь позиция черных намного лучше. Но поэтому слон Д7 лучше, защищая коня. И как раз конь Д5 в этой позиции. Не слон С6, а конь Д5. Конь Д5. Таким образом, белые вроде бы как теряют темп. То есть, нарушают один из дебютных принципов. На самом деле, это конкретика. То есть, конь на С7 идет. И дальше угрожает просто вилку сделать. Поэтому черным нужно обязательно играть Е5. Как-то вот прогоняя слона с Ф4. Но слон никуда не отходит. И играем конь Ф3. Видите, быстрейшая мобилизация фигур. Практически уже все фигуры подведены к центру. Осталось сыграть ладья Х1. И атака белых может принять угрожающий характер. И фишер заключает, что черные погибают уже в дебюте. Ну, давайте посмотрим. Если слон на Д4 захочет стать камикадзе и побьет на Б2. Дальше король Б2 и ЕФ. То в этом случае черные тоже погибают. Слона на Ф4 заменяет белый ферзь. Ну, и здесь мы видим, что угроза пункту С7 возобновляется. При этом еще и ладья Е1 будет грозить с шахом король. Поэтому черные решают разрубить этот гордиев узел простым ходом король Ф8. При этом и избегая шаха с поля Е1. Избегая вилки на поле С7. Но при этом, конечно же, теряется рокировка. Конь С7. И в случае ладья С8 следует очень красивый финал. Конь Е6. Как мы видим, здесь идет связка пешки Ф7 по вертикали Ф. И связка слона Д7 по вертикали Д. Ну, а здесь у нас попросту вилка. Поэтому черные несут большие материальные потери. Ну, а в случае того, если черный слон не захочет стать камикадзе. А черные сыграют просто Ф6. Пытаясь укрепить пешку Е5. То у белых тоже находится на это управа. Они играют ладья ХЕ1. И в случае слона С5 следует еще одна очень красивая жертва. Конь Ф6. Конечно, откуда берутся эти удары? Все дело в том, что белые отлично отмобилизованы. Ну, а черный король в центре. И черные существенно отстали в развитии. Конечно, в таких позициях и нужно искать такие решения. Конь Ф6. Слон Е5. Конь Е5. Слон Д7. Шах. Ну, и в случае наиболее упорного ферзь Д7 следует вот такой вариант. Ладья Е5. Шах. Король Ф8. Ну, и здесь не взятие на С5. Да, и переход в окончание. А, продолжаем атаку. Ферзь Ф4. Нападаем на коня. Нападаем на ферзя. Черные играют сон Д6. Наиболее упорный ход. Защищая ферзя. Но ферзь Ф6. Король Ж8. И в этой позиции лучше всего отойти ладья Е4. У белых уже лишняя пешка. И, конечно же, черный король под атакой. Ладья на А8. Непонятно, войдет ли в игру в этой партии или нет. Вот такие красочные варианты. Поэтому Карл Робач решил не связываться с этим всем. А просто играет на развитии кони Ф6. Но при этом заметим, что он уже изменил своему плану. То есть, на А6 коня он вывести не смог. Три нуля. Тоже вводим в игру сразу же ладью. И короля вводим из центра. И в этой позиции черные упустили одну из своих возможностей. Подровнять игру. Сыграли С6. В этом положении заслуживал, внимание, ход конь Д5. С идеей на ход слона Х6 пробить просто и забрать на С3. Понятно, что в этой позиции, хоть у белых некоторые преимущества в развитии, все-таки вот эти пешки не красят положение белых. Поэтому лучше сыграть не слон Х6, а слон Е5. Попытаться разменять слонов на этом поле. Тогда просто рокировка. И в ходе Х4 нет особой угрозы. Потому что черные могут спокойно сыграть Х5. Поле на Ж4 пока что надежно контролируется слоном. Но и здесь, скорее всего, будет размен коней. И черные как-то облегчат свою участь. Но С6. Так сыграл Карл Робач. И Фишер играет слона Х6. В этой позиции Карл Робач сыграл очень лихо. То есть он рискнул, он показал, что он не боится атаки. И сыграл 2-0. Сам Фишер осуждает этот ход в своей книге лучших партий. И говорит, что очень действительно лихо играет соперник под атаку прямо. А лучше было просто сыграть слона Х6 и Ф6 и слона Х5. Идея этого хода в том, чтобы вывести коня на поле Д7, Ф5 или на С7. И попытаться сделать длинную рокировку. Понятно, что это требует очень много времени. Но все же это было более безопасно, чем ход в партии. После того, как у нас сделана короткая рокировка, планы сторон определились. Особенно план белых, потому что у них уже король на ферзевом фланге. Раз уж король черных на королевском, то естественный план это атака на черного короля. Ну и, конечно, Фишер играет Х4. Х4, его идея ввести в игру ладью с места. Ферзь А5. Таким образом, Ферзь не только держит где-то в напряжении пешку А2, но и вот здесь вот по пятой линии может помогать защищать королевский фланг. Но Х5. Фишер ничего не боится, просто двигает пешку вперед. Видите, даже в ущерб развитию, то есть слон пока что стоит на Ф1, конь пока что на Ж1. Но вот он так атакует. Атака развивается само собой. И в этой позиции черные имели несколько альтернатив. Они сыграли ЖА. Конечно, такой ход делать очень не хочется, потому что все-таки пешки разбиваются. Где-то уже может при случае последовать Ферзь Ж5 при перекрытии пятой линии. Но посмотрите, какие были альтернативы. Варианты очень красивые. Ладья Д8. Такой ход вполне можно было сделать. То есть, порать его поставить ладью Ферзь Белых. Но тогда могло последовать АЖ. И в этой ситуации, конечно же, не АЖ, причина в чем? В том, что в случае взятия, тут просто вот такой вот мат. Типовое ФЖ. Таким образом, конь защищает пешку, линия АЖ не вскрывается. Смотрим дальше. Взяли-взяли. Шах. Король Ж8. И в этой позиции сильнее всего сыграет С4. Белые быстро вводят в игру свои резервы. И на Е6 конь Е4. Очень интересный и отвлекающий маневр коня. Дело в том, что брать его нельзя. Конь Троянский. Бьем на АЖ7. Шах на АЖ8. Еще один шах. Ну и здесь, кстати, ладья на Д8 несъедобна. Здесь у нас Ферзь защищает ее. Но Ферзь Е5 шах. Вот такой интересный комбинационный момент, связанный с разменом Ферзи. В случае взятия у нас, наконец-то, начинает работать ладья по линии Д. И черные несут материальные потери. Но в случае хода конь Е4 упорнее Ферзь Ф5. Не беря вот этого Троянского коня. Тогда бьем на Ф6. Снова шах. Король Ф8. И ладья Д3. То есть идея понятна. Поставить ладью на Ф3. И вот так вот атаковать по линии Ф. Ладья Д7. Контрудар. Посмотрите. Дальше следует Ферзь АЖ8. Тоже размен. Взяли-взяли. Король Е7. Ладья Ц8. Очевидно, в этой позиции у белых просто лишняя фигура. И вот эти вот фигуры Ферзи во фланге черных так и не вошли в игру. В то же время очень интересный вариант конь Е5. В случае хода конь Е5. Что же здесь делать? Идея здесь понятна. Очень часто так играют в сицилианской защите в варианте дракона. Белые жертвуют пешку просто ради вскрытия линии А. Смотрим. Слон Е2. Нападаем на коня и вынуждаем его отойти. Происходит размен. Ферзь А6. Король Ж8 и Ж4. То есть идея здесь задвинуть пешку на АЖ5. Ну а дальше на конь АЖ5 мы играем слон АЖ5. То есть ладья Д8, Ж5, конь АЖ5, слон АЖ5. И что? Нужно бить. Иначе будет уже ферзь А7 после отхода слона. Бьем ладья АЖ5. И в этой позиции нужно защищать пункт АЖ7. Есть два момента. Можно сыграть в этой позиции ферзь А5. Но тогда следует Ж6. Очень красивый ход. Это не только нападение на пункт АЖ7 пешка. Но еще и вскрытое нападение на ферзя. И в случае ферзь АЖ6, конечно же, не размен ферзей. А вот такой красивый короткий ход ладья Ж5 позволяет выиграть ферзя на связке по вертикали Ж. Но в то же время не спасал ход и слоны В5 с идеей защиты пешки АЖ7 слоном. Ввиду того же хода Ж6. Ну и как мы видим здесь по пятой горизонтали у нас связка. И в случае взятия на Ж6 пешкой вполне возможно сыграть ладья Е1. С идеей этого хода подключить ладью к атаке пешки Е7. Держим в запасе ход ферзь АЖ7. После этого, кстати, еще на Е7 ферзем можно взять. Здесь позиция черных незащитима. Ну и последняя альтернатива, которая заслуживает внимания в этой позиции. Слоны В5. Сразу сыграть, укрепить эту пешку слоном. Можно просто сыграть Ф3 с идеей Ж4 прогнать слона. Взяли, взяли. И в случае взятия на Х5, не давая пойти Ж4, белый играет ферзь Ж5 шаг, король Х8 и слон Д3. Как мы видим, вот здесь сказывается связка по пятой горизонтали. Здесь фигура выигрывается. Потому что слон на Ф5 не может быть защищен пешкой Е ввиду хода ферзь Ф6. Такие были не очень радужные перспективы в этой партии у Карла Робача. Вот поэтому он и сыграл вот так некрасиво Ж. Ну и в этой позиции белые, конечно же, начинают заканчивать развитие. Играют слон Д3. В этом положении очень важно не пустить слона черных на поле Ф5. Ну и при этом подвигается атаке как раз пешка Х7. В этом положении слон Ф5 нельзя играть. Там мы уже такой мотив видели. Ферзь Ж5 здесь с матом и с нападением на слона. Поэтому приходится играть конь БД7. Далее Фишер заканчивает развитие конь Ж2. Ладья Д8 и Ж4. Вот такая вот жертва у нас еще пешки под два боя. Но каждый бой нехороший. В случае взятия конем следует ладья ДЖ1. Ну и дальше у нас уже взятие на поле Ж7 и Ф3. Ввиду чего белые просто выиграют здесь фигуру. Ну а взятие пешкой, конечно, очень страшно. Почему? Потому что мы бьем на Ж7 и дальше Ферзь Х6. И пункт на Х7 уже трещит. Поэтому конь Ф8. Черные пытаются всеми силами защитить этот пункт на Х7. Если не конем Ф6, то еще и конем с Ф8. ЖН. Видите, не удалось все-таки ввести в игру ладью Х с места. Ладью Х1. Ну ничего. Зато у нас ладья на линии Ж поработает. Дальше конь Е6. Защищаем слона на Ж7. Ладья ДЖ1. Король Х8. Развязываемся. Происходит размен на поле Ж7 и Ферзь Х6. Недвусмысленная угроза мата на поле Ж7. И в этой позиции черные ничего бы не достигли, сыграв конь Е6. Потому что следует такой красивый отвлекающий удар конь Ф4. Понятно, что здесь защитник поля Ж7 должен быть уничтожен. Ну и в дальнейшем атака белых закончится матом. Поэтому ладья Ж8. Более осторожный и правильный ход. И в этой позиции, конечно, естественно, желание Фишера сдвоить ладьи по линии Ж. И он это делает с максимальным эффектом. Он играет ладья Ж5. При этом не только подготавливая ход ладья НЖ1. Но и при этом не забывая напасть на Ферзя А5. В этой позиции ход Конь Ф5 ничего не давал. Ввиду взятия на Ж8. Ну и в случае Конь Ж8 следует просто Ферзь Ф8. Ну и здесь ладья Ж1 и ладья Ж8. Как мы видим, вот эти фигуры Ферзь его фланга спят и вряд ли войдут в игру. Но Ферзь Д8 так сыграл Карл Робач. Фактически это уже квинтенсенция этой партии. То есть высшая точка напряжения. Ладья НЖ1. И в этой позиции можно сказать, что Карл Робач смазал. То есть он испортил впечатление от всей этой партии. Не так красиво прекрасная камея оказалась, как могла бы быть. Потому что в этой позиции он просто прозевал коня. Он сыграл Конь Ф5. Не совсем понятна природа этого зевка. Так как после Сон Ф5 не видно за счет чего здесь черные могут вообще надеяться на хоть что-то. И после 20-го хода черные сдались. То есть проиграл здесь Карл Робач. Не сумел все-таки противопоставить ничего Роберту Фишеру. Но в то же время здесь был очень красивый финал. Как раз достойный название этой партии. Ферзь Ф8. Ферзь Ф8 ход был довольно логичный. Еще раз защитить на поле Ж7 этого коня. Но тогда у белых была очень красивая комбинация. Д5. Таким образом мы пытаемся еще ввязать в бой вот этого коня Ф6. Который выполняет важную защитную функцию защиты на Х7. В случае ЦД как раз это удается сделать. Ввиду Конь Д5. Ну и здесь или бьем на Ф6 и на Х7. Или же сразу Конь Д5 и Ферзь Х7 мат. Ну а в случае Слон Д7 мы играем дальше Д6. То есть эта пешка продолжает свое победоносное шествие. Конь Ф5 теперь уже это не зевок. Потому что мы напали Ферзем на Ферзя. Дальше Ферзь Ф8. Ладья бьет Ф8. В случае взятия ладьей Ж, Ф8, следует Слон Ф5. Дальше. Если уже не терять фигуру. А сейчас у белых уже лишняя фигура. Следует играть Х6. Ну и тогда промежуточный ход ДЕ. Ладья отходит из-под боя пешки. Ладья Ж7. Слон бьет Ф5. И Ладья Ф7. Оказывается все-таки черные фигуры не уходят от возмездия. Одна из них теряется по линии Ф. Очень красивый вариант и очень похожий на него вариант в случае взятия ладьей с А8 на Ф8. Тогда Слон Ф5, Ладья Ж5, Ладья Ж5. Тоже А6. Тоже ДЕ. И Ладья Б8. И Ладья Ж3. То есть теперь уже не на Ф7, а на Ж3. И в случае Слон Ф5, вот такой вот, можно сказать, даже эхо-вариант Ладья Ф3. И тоже выигрывается фигура по линии Ф. Вот такие очень красивые варианты. Но, конечно, это не умаляет то, что черные зевнули фигуры. Это не умаляет заслуги 11-го чемпиона мира Роберта Фишера, который создал вот такое вот действительно очень впечатляющее полотно. И в 20 ходов выиграл у довольно сильного гроссмейстера. Надеюсь, что данный разбор вам понравился. Дальше на моем канале будет еще больше классических партий Роберта Фишера. Благо, у него их довольно много. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Шахматы для всех». Пишите свои комментарии. Спасибо за внимание и до свидания.